Добрый вечер, коллеги-партнёры. Немножко извиняемся за задержку, потому что надо было настроить оборудование. Мы сегодня делали, скажем так, ещё одну трансляцию в Инстаграме, кое-что пришлось перенастроить в камере и так далее. В промежуток времени с конца февраля по сентябрь месяц были созданы два транспортные средства. Я всегда на презентации делал акцент, что на разработку одной модели транспортного средства, например, крупные автоконцерны, тратят примерно 2-4 года и порядка миллиарда долларов США. У нас таких денег не было, но два транспортных средства были выданы на гора, поэтому кто-то считает, что это круто, может поставить пятёрочки в нашем чате. Итак, друзья, Иннотранс-2018, чем он важен стал для нас? Тем, что на обозрение всему миру был представлен высокоскоростной юнибус, то есть юнибус, который будет развивать скорость до 500 км в час, комфортный, шестиместный, со всеми прибамбасами, как говорится о моделях автомобилей, и с климат-контролем и так далее, так далее, так далее. ...мира. Иннотранс – крупнейшее в мире бизнес-мероприятие железнодорожной индустрии, в котором в этом году приняли участие около трёх тысяч компаний. Японская «Хитачи Лэмитед» представила свой двухэтажный скоростной пассажирский поезд. Он поступит на службу со следующего года в Италии. А ещё на выставке есть одно белоснежное транспортное средство, которое выделяется среди других тем, что привлекает в себе большое количество посетителей. Что это за машина? Давайте взглянем поближе. Здесь три ряда по два места. Всего шесть мест. Салон довольно просторный. Транспортное средство оснащено шестью роскошными сидениями. Изнутри оно выглядит, как большой автомобиль или лимузин. На мониторах отображается географическая карта. Это инновационный транспортный модуль, сделанный в Беларуси и рассчитанный на скорость до 500 км в час. Новый тип транспортного средства называется высокоскоростной юнибус. Он разработан белорусской компанией «Струнные технологии». Это инновационный, совершенно новый вид транспорта, способный разгоняться до 500 км в час на специальной путевой структуре. Представлен трехсекционный 18-местный юникар. И очень важный момент, что данное транспортное средство разрабатывалось при помощи программного обеспечения под названием 3D Experience. Это программное обеспечение, которое разработано компанией «Дасос Систем». И на всех своих форумах, которые проходят в разных уголках земного шара, представители этой компании говорят, что у нас есть партнер в Республике Беларуси. Мы, кстати, стали первыми, кто стал использовать данное программное обеспечение. И при помощи данного программного обеспечения был спроектирован и создан 18-местный юникар. И вот два этих транспортных средства, которые, я сказал, это высокоскоростной юнибус, который будет перемещаться по планете со скоростью 500 и даже выше км в час, да. И 18-местный юникар, они были представлены на трансе 2018. И мы получили огромное количество положительных откликов вплоть до страны восходящего солнца. То есть там были представители японского телевидения, которые заглянули на наш стенд. И после того, что они увидели, с удовольствием приняли приглашение приехать в Республику Беларусь, своими глазами посмотреть на производство, познакомиться с генеральным конструктором, с конструкторами нашей компании, побывать в экотехнопарке и увидеть все, как происходит создание транспорта SkyWay. Что они, кстати, и сделали. То есть буквально месяц-полтора назад, месяц назад они приехали на территорию нашего производства. Я был, кстати, в это время на нашем предприятии, в Минском, в Шабанах, где у нас находятся производственные площади и собираются транспортные средства. Я там видел как раз-таки делегацию ТВ Токио. Был Анатолий Дарыч Юницкий, который демонстрировал высокоскоростной юнибус и так далее. То есть такая высокотехнологичная страна, как Япония, обратила внимание на наш транспорт. И как они написали в своей статье, мы приехали в Белоруссию за вдохновением. А в целом ряде изданий вышла статья, в которой говорилось о том, что белорусы на «Инотранс» привезли ракету. И вы, возможно, видели, с каким удовольствием об этом рассказывал Анатолий Дарыч Юницкий. То есть второй важный момент, на который следовало бы обратить внимание по итогам этого года, это «Инотранс-2018». Помимо «Инотранса» 2018 года сотрудники нашей компании принимали участие еще в целом ряде форумов. В этом году это Railway Tech 2018 в Индонезии. Это мероприятие, которое было в Таиланде, мероприятие, которое было в Сингапуре. В Киеве прошла выставка под названием «Made in Belarus», где тоже рассказывалось о технологии Skyway. И, конечно же, это фьючер-сити-шоу в Дубаях, результатом которого стало, скажем так, подписание целого ряда договоров о взаимодействии на начале строительства нашего инновационного центра в Объединенных Арабских Эмиратах. Это что касаемо мероприятий, это что касаемо важных очень моментов в жизни и в развитии технологии Skyway. Потому что все эти выставки отраслевые в целом ряде регионов мира позволяют нам привлечь как можно большее количество сторонников из администраций, районов, областей, городов, целого ряда стран, специалистов мира транспорта, которые убеждаются в том, что технология не просто там какая-то сказка, а то, что она реально существует. Кстати, если вы следите за новостями, недавно буквально технология была представлена принцу Эмирата Дубаи. То есть он лично сидел в наших транспортных средствах, это было в Объединенных Арабских Эмиратах. И есть статья в новостях у нас на сайте и также ролик из телевидения Объединенных Арабских Эмиратов, который там может быть немного, но в новостном формате и порядка полутора минут рассказывали о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах планируется применение вот такого транспорта под названием Skyway. Итак, друзья, это инновационный центр, первое важное мероприятие, которое состоялось в этом году, и Инотранс 2018. Очень важной вехой в развитии нашего проекта стал Экофест 2018, то есть третий экофестиваль, на котором собралось несколько тысяч человек с разных уголков земного шара наших инвесторов. Компания наша успешно развивается, да, и в принципе, где, как ни на Экофесте, подводить итог развитию, скажем так, группы компаний Skyway за год? Именно это происходит на каждом мероприятии под названием Экофестиваль, и именно это происходило в этом году недалеко от города Марины Горки в нашем Экотехнопарке. На что хотелось бы обратить внимание, то есть на этом Экофестивале транспорт Skyway перевез первые несколько тысяч пассажиров. Если в том году еще нельзя было возить людей, потому что транспортные средства, а тогда вы видели у нас в движении, показывали Юнибай двухместный, 14-местный Юнибус и Юнитрак, да, то есть нельзя было перевозить пассажиров, потому что не прошли сертификацию транспортные средства, то в этом году уже мы можем смело говорить, что 4 транспортных средства Skyway сертифицированы, это пассажирские транспортные средства, 14-местный Юнибус и двухместный Юнибайк еще в прошлом году, В этом году к ним добавили 42-местный двухсекционный берельцевый унибус и 18-местный уникар. Ребята, я вам могу сказать, что очень мягко, классно, вид просто божественный. Вот сады внизу. Я представляю, как в Крыму буду скоро ехать. И 30 км в час это на экотехнопарке, это для того, чтобы все мы проехались. Соответственно, обратно 50 км, то есть это средняя скорость. Это специально нормально. Но единика разогнали до 100 км, насколько я слышал. Правильно, да? Несколько тысяч человек внутри транспортных средств Skyway почувствуют, что из себя представляет эта технология. И вот с теми эмоциями, которые они получили на территории экофестиваля, они поехали в свои страны. И, кстати, в нескольких регионах мира после экофестиваля очень активно стал развиваться бизнес компании Skyway Capital. Стали появляться новые партнеры, новые структуры и так далее. Ну, для примера, я могу назвать такие регионы, как Африка, в Грузии, скажем так, развитие бизнеса получило свой толчок. К Юго-Восточной Азии приехало несколько человек, получили подтверждение тому, что реальная технология существует. И, скажем так, еще более взрывообразно стал развиваться бизнес на территории Вьетнама. Но мы об этом с вами еще поговорим. Что еще хотелось бы важное сказать по экофестивалю, по его итогам? На экофестивале состоялся доклад Анатолия Эдуардовича Юницкого, который рассказал об успехах развития нашего проекта. Где-то, может быть, слукавил и сказал, что да, мы планируем развиваться в Угненных Арабских Эмиратах, и я скажу только тогда, когда буду на 100% уверен, что мы именно там что-то делаем. Хотя, на самом деле, работы уже велись. И именно на экофестивале Анатолий Эдуардович Юницкий обозначил важное направление развития нашей компании. Это криптонаправление, блокчейн. У нас уже есть собственное четвергодарное офисное здание. Собственное производство с несколькими заводскими цехами, оснащенными самым современным оборудованием, станочным парком. У нас уже работают более 600 инженеров. У нас есть 6 гектаров земли недалеко от столицы, на которой построено 5 тестовых участков общей длиной около 4-х километров. К нам испроектировано и изготовлено 6 принципиально разных моделей рельсовых электромобилей, только пассажирские. Юникар, юнибайк, подвесной юнибус, берельсовый юнибус, высокоскоростной юнибус, юнивинт. Большая часть из которых сертифицирована. Мы сделали из самых крупных в мире дрон, а также создали социальный электромобиль, который скоро побежит по автомобильным дорогам мира. Мы наладили собственное производство целой линейки мотор-колес и разработали индивидуальную систему безопасности и управления подвижным составом. У нас даже есть струнная центральная система охраны периметра. Сертифицировано 4 типа подвижного состава. Двухместный юнибайк, четвертоместный модельсовый юнибус, и вчера буквально уплачили сертификаты, на 48-местный берельсовый юнибус, на котором уже катаются, и юникар, который вот там ездит по провисающей, в двух вариантах исполнения. 18-местный трехсекционный и 6-местный односекционный. Мы взеляемся венчуром, и планы не догма, а вектор развития. Например, кто мог предположить, что в Литве меня объявят русским шпионом, заведут уголовное дело, заблокируют все счета и отнимут свое имущество. Один умный человек в Литве мне тогда сказал, ты ничего не докажешь. Если не хочешь, чтобы на тебя нашли патроны под подушкой и наркотики в карманах, срочно выезжай с семьей из Литвы. Сейчас уголовное дело закрыто, деньги возвращены, и я уже подал в Литовский суд иск на правительство Литвы в лице Генеральной прокуратуры, возбудившей дело против меня без всяких оснований, скорее всего по звонку сверху, и требовал компенсацию в 10 млн евро за нанесенный мне ИСКВЕю имиджевый ущерб, а также за упущенную выгоду. На данной платформе мирового масштаба будет построена безопасная, отказоустойчивая система управления всеми технологиями ИСКВЕ, технопарками, адресными проектами ИСКВЕ, подвижными составами, инфраструктурой и создаваемой мировой сетью транснет. Также с помощью нашей блокчейн-платформы мы запустим новую криптовалюту. Это больше, чем просто расчет на единицы. Наша криптовалюта позволит не только использовать все сервисы транснета, но и даст каждому возможность участвовать в его развитии и видеть свой вклад. Никто и никогда ничего подобного не предлагал и не делал, тем более в мировом масштабе. А мы сделаем это вместе с вами, как сделали вот этот экотехнопарк в Марьиной Горке. Мы это вместе сделали. Без вас он бы не был создан. И то мы сделаем, там не сложнее, проще. Мы вместе с вами создаем невероятно сложный бизнес в самой консервативной и коррумпированной отрасли транспортной. В отрасли, где новый вид транспорта появляется раз в сто лет и пробивает себе дорогу десятилетиями, если не столетиями. Выходите, задавайте вопросы. Компания приняла решение использовать технологию блокчейн в своем развитии. И буквально недавно, ну почти два месяца назад, было объявлено о том, что создается своя блокчейн-платформа, что создается свой токен SkyWay. И первым 50 тысячам инвесторов, которые стали совладельцами долей в проекте группы компании SkyWay, компания предложила возможность обменять 100 тысяч долей на 2000 токенов SkyWay токен. По сути дела, зная, что первым 5 тысячам человек было предложено вывести до 1000 долларов, обменяв, скажем так, 100 тысяч долей по цене 1 цент за каждую долю, можно было посчитать, сколько стоит каждый токен SkyWay. Это 50 центов США. Было объявлено на сайте ICO.rsvsystem.com, можно прочитать подробную информацию о проекте, который привязан к реализации SkyWay токена. Было объявлено о том, что в конце 2018-го, начале 2019-го года, компания планирует провести при ICO, а потом ICO. 10% всех токенов, а всего планируется имитировать 1 миллиард токенов, то есть 100 миллионов токенов, компания планировала реализовать посредством обмена долей у первых 50 тысяч инвесторов на токены SkyWay. Кто-то обменял, кто-то не обменял токены, предложение было сделано, то есть компания вознаградила, скажем так, тех, кто одними из первых стали инвесторами в данную технологию. Что хочу сказать. Те, кто обменял токены, да, в принципе, у них есть очень высокая вероятность того, что стоимость токена в дальнейшем будет расти, потому что платформой, да, скажем так, или обеспечением данного токена будет являться технология, которая сегодня у нас активно развивается, то, что мы приступили к строительству и так далее. Проект, который привязан к SkyWay токену, это как раз-таки развитие нашей технологии в Нью-Нахарабских Эмиратах. Достаточно давно большое количество людей задавали вопросы. Ну, когда же мы начнем строиться? Когда же будут, скажем так, первоадресные проекты и так далее? По сути дела, вот при выведении, скажем так, SkyWay токена на криптоплощадке, криптобирже, будет осуществлен старт проекта в Нью-Нахарабских Эмиратах, к которому как раз-таки и привязан наш токен. Планируется в Нью-Нахарабских Эмиратах в ближайший там 19, 20, 21 год построить и грузовые трассы SkyWay, городские трассы SkyWay, высокоскоростные трассы SkyWay. Вместе с нами там в проекте работают партнеры, которые реализуют зеленые технологии создания электроэнергии. То есть, это электростанция на солнечных батареях. Это все будет двигаться в одном проекте, и как я сказал, SkyWay токен в первую очередь привязан к конкретному проекту. Я в этом вижу большой плюс. И вот когда мы сегодня вещали на Инстаграм, я об этом говорил, то что, смотрите, в мире существует огромное количество проектов, в которых сегодня используется криптовалюта. Огромное количество людей вокруг вас, которым вы предлагали возможность стать совладельцами пакета вдали обычным путем, которым пришли вы сами в наш проект. Ну, либо не посмотрели в нашу сторону, либо кто-то усмехнулся, либо кто-то сказал, пока времени нет, потом, может быть, я это сделаю. То есть, они все нацелены на инвестирование в крипто направления, они покупают какие-то токены, они, возможно, скажем так, инвестируют в новые криптовалюты, либо кто-то в биткоин и так далее, рассчитан на этом заработать. Развитие бизнеса в криптоиндустрии, оно, скажем так, новое, оно свежее. Никто не может вам действительно гарантировать там стопроцентную прибыль и так далее, но важно отметить следующее, что там огромное количество людей. И сегодня этим людям вы можете предложить возможность приобрести токены Skyway. Соответственно, этим самым вы приблизите реализацию проекта в Угненных Арабских Эмиратах, соответственно, вы приблизите тот момент, когда компания начнет получать первую прибыль, а вы знаете, что 20% с прибыли компании будет распределяться вот на те доли, которыми вы владеете. То есть, мы еще сделали один инвестиционный инструмент, вы можете им воспользоваться, можете не воспользоваться, но тем не менее, как бы выбор за вами. Вот. И вы будете выинвестировать или не будете выинвестировать, да, то есть тут уже, как говорится, дело ваше. Итак, друзья, мы сейчас с вами поговорили про технологию блокчейн. Кратко. То есть, когда запустится точно какого числа, я вам сейчас сказать не могу. Важно понимать следующее. Если вы помните, когда первая информация была размещена о развитии крипто направления нашей компании, было сказано руководством компании, дайте нам 90 дней, в течение которых мы до конца доработаем это направление, напишем белую бумагу, там, вампейпер, да, то есть и документы на сайте icosvsystem.com вы сможете в дальнейшем скачать, ознакомиться, либо просто открыть и понять, для чего все это делается. То есть, все это сейчас дорабатывается, прошло чуть меньше двух месяцев, соответственно, у нас еще есть, наверное, 30 дней, в течение которых мы совершенно спокойно можем ожидать старта запуска блокчейн-платформы нашей компании. На сайте icosvsystem.com, как нам было сказано, все те, кто обменяют доли на токены, и все, кто в дальнейшем будут принимать участие в ICO и приобретать токены скачей, там будет личный кабинет. Перед тем, как запустить работу блокчейн-платформы, те люди, которые обменяли свои токены на доли, да, то есть стали владельцами токенов, они получат информацию о том, на какой, скажем так, платформе завести крипто-кошелек, на какой бирже будет это все торговаться, и какие действия лучше предпринять для того, чтобы комфортно работать с токенами Skyway. То есть, я вас поздравляю с тем, что у каждого из нас появился еще один действенный и эффективный инструмент, но это, в принципе, то, к чему мы достаточно давно шли и довольно часто, кстати, задавали вопросы, почему вы не работаете в крипто-направлении, да. Хотя, перед тем, как запустить работу блокчейн-платформы, те люди, которые обменяли свои токены на доли, да, то есть стали владельцами токенов, они получат информацию о том, на какой, скажем так, платформе завести крипто-кошелек, на какой бирже будет это все торговаться, и какие действия лучше предпринять для того, чтобы комфортно работать с токенами Skyway. То есть, я вас поздравляю с тем, что у каждого из нас появился еще один действенный и эффективный инструмент, но это, в принципе, то, к чему мы достаточно давно шли и довольно часто, кстати, задавали вопросы, почему вы не работаете в крипто-направлении, да. Хотя, вы знаете, платежной системой, благодаря которой вы могли переводить денежные средства для приобретения долей, мы используем и крипто-направления в том числе. Вот, вы можете оплачивать в биткоинах и в целом ряде других криптовалют. Что хотелось вам бы сказать еще, касаемо развития технологий. Если мы подведем итоги 2018 года, то явили свету что? То, что у нас сертифицированы, как я сказал, два пассажирских транспортных средства, это 18-местный Unicar, прошли окончательные испытания и прошел сертификацию, и 42-местный Берельсовый Unibus, да. Но, что еще? Была представлена в действии грузовая система SkyWay. В августе месяце, да, то есть, некоторым счастливчикам из числа инвесторов посчастливилось увидеть, как работает грузовая система SkyWay. Потом был, помните ролик, да, о демонстрации нашей грузовой системы, потому что, действительно, грузовое направление развития нашей технологии, это довольно объемное, емкое. И вы знаете, да, что где-то с конца 2017-го, начало 2018-го года очень активно специалисты нашей компании работают в разработке транспортного средства под названием Unicont. То есть, это для перевозки контейнеров. Да, это очень перспективное направление, это очень большой рынок, в котором сейчас движется развитие технологии SkyWay. Что еще хотелось добавить? Впервые на территории Эко-технопарка во время Экофеста все, кто приехал на Экофестиваль, увидели и познакомились с таким транспортным средством, как Univind. То есть, это легкое транспортное средство, в котором могут поместиться два человека, путевая структура толщиной с три моих пальца. То есть, вот по такой, скажем так, путевой структуре будет перемещаться транспортное средство со скоростью от 100 до 150 км в час. То есть, это еще одно, скажем так, направление в развитии нашей технологии. Когда, как я вам говорил, запускался наш проект, речь была только о городском, грузовом и высокоскоростном транспорте. И сейчас то, что мы имеем, да, Unibike, Univind, вот, это то, что когда-то даже еще не помещалось в голову никого. Сейчас это не просто идея, а это уже реализованные транспортные системы. И отдельно хотелось бы вам сказать про такое транспортное средство, которое называется Unimobile. То есть, Unimobile это плод, скажем так, факультативной работы специалистов нашего КБ, как любит говорить Александр Сенкевич, да, но это тоже очень важная веха, потому что достаточно большой рынок, где может применяться данное транспортное средство. Впервые оно было представлено, скажем, широкому кругу людей на выставке «НВЭкспо-2018». Я, кстати, тоже задавался вопросом до момента появления на выставке, а надо ли нам такое транспортное средство или нет. Но я увидел огромное количество людей, которые с превеликим удовольствием, да, садились за руль Unimobile и потом говорили, да, это классно, если такое транспортное средство появится на наших дорогах. Данное транспортное средство предназначено для людей с ограниченной мобильностью, да, в основном это для инвалидов-колясочников, тех людей, которые хотели бы водить автомобиль, но сегодня ни в одной стране фактически такой возможности, какой бы предлагает компания Skyway, нет. Транспортное средство, которое позволяет человеку в инвалидном кресле, да, без посторонней помощи, совершенно спокойно зайти, заехать вовнутрь данного транспортного средства, разместиться за рулем, да, и управлять этим транспортным средством. Скорость Unimobile до 100 км в час, его ресурс на одной зарядке аккумулятора на сегодня это 150 км, то есть для городского цикла это отлично, да, заряжается данный аккумулятор за 10 часов от обычной розетки, вот, и самый важный момент, я о нем уже сказал, то, что не требуется в принципе никто человеку с ограниченной мобильностью, он сам все может легко сделать для того, чтобы управлять данным транспортным средством. Электрокар. Эта машина оборудована подъемником специально для инвалидов, который позволяет беспрепятственно попасть в салон автомобиля на коляске. В салоне нету кресел, то есть ты спокойно можешь заехать в салон на коляске, подъехать к водительскому месту и управлять автомобилем. У машины нету зеркал заднего вида. Эту функцию выполняет камера. Машина по размеру очень маленькая, как смарт. Запас хода электрокара составляет 110 км. Максимальная скорость около 100 км в час. Это двухместный автомобиль, если можно так сказать, электромобиль. И справа может инвалид и колясочник сопровождать кто-то. И если, скажем так, за рулем человек с ограниченной мобильностью просто устанет, он может легко поменяться местами, потому что кресло взаимозаменяемое с тележкой, с коляской. Поменяться местами и человек начинает управлять обычным автомобилем. С педалями, с автоматической коробкой передач и так далее. Вот что из себя представляет у него мобили. Как я сказал, рынок огромен. Огромное количество людей сегодня, к сожалению, ограничены в подвижности. И для них это находка. Особенно находка для тех, кто уже когда-то управлял транспортным средством, но по каким-то причинам его здоровье сегодня настолько ухудшилось, что он не может управлять обычным транспортным средством. Где нужно включать то, что ниже пояса. Здесь же, пожалуйста, человек может вспомнить, что такое скорость. В принципе, разогнать его до 100 км в час. Как я сказал, в городском цикле ресурс 150 км – это отличный ресурс, я считаю. Поэтому я вас тоже поздравляю с тем, что у нас в линейке транспортных средств на сегодня появился Юнимобиль. Что еще хотелось бы сказать, коллеги? То, что, мы уже говорили, мероприятия, которые проходят в разных уголках земного шара, играют огромную роль в том, чтобы как можно большее количество людей узнавало о нашей технологии. И на протяжении этого года продолжались многочисленные, скажем так, приезд делегаций с разных уголков земного шара на территорию Котехнопарка. В разных уголках земного шара проходили различные форумы, тематические форумы, касаемые транспорта. Это не только развитие городов, инфраструктуры городов и так далее. В них принимали участие специалисты нашей компании и делали доклады о технологии Skyway, о линейных городах, в которых будет интегрирован транспорт Skyway, где люди смогут жить на лоне природы в пяти минутах ходьбы от дома, иметь транспорт безопасный, высокоскоростной, комфортный. И тот транспорт, который по стоимости проезда будет значительно дешевле, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Так вот, делегации, как я вам сказал, фактически с территории всего земного шара у нас были снова и из Австралии, и из Юго-Восточной Азии. И очень важно отметить, что в этом году был целый ряд делегаций из Южной Америки, из таких стран, как Бразилия, Аргентина, Перу. Я думаю, те из вас, кто внимательно следят за новостями, все это видели. Целый ряд европейских делегаций. Это и Турция, это и Сан-Марино, это Италия, еще целый ряд стран европейских. То есть, как говорится, река людей, которые приезжают посмотреть, что из себя представляет технология Skyway на территорию, скажем так, откуда все началось. Это Республика Беларусь, Минская область, возле города Марино-Горка. У нас там находится экотехнопарк. Река эта все становится полноводней и полноводней, потому что все большее количество людей в разных уголках земного шара узнают о том, что есть такая технология и уже огромное количество сторонников внедрения данной технологии на территории всего земного шара. Это все, что касалось развития, мы говорили сейчас больше технологий, проектов в целом, выставки, стройка и так далее. Теперь хотелось бы отдельно уделить внимание компании Skyway Capital. Компания Skyway Capital основная задача которой это работа с людьми, работа с инвесторами, это работа на информационном поле. И, конечно же, итог это привлечение инвестиций в реализацию технологий. Сразу хочу сказать, вот люди иногда задавали вопросы, а вот там Объединенные Арабские Эмираты и так далее, вот там токены, а мы здесь продолжаем инвестировать на обычном путем и так далее. Друзья, проект, который под названием Skyway инвестирование предполагало развитие экотехнопарка на территории Республики Беларусь, в итоге это получилось. И те инвестиции, которые вы делаете, идут непосредственно на развитие экотехнопарка в первую очередь. И наша с вами задача закончить, дойти вот эти самые 15 этапов, полностью закончить, скажем так, то, что запланировано на территории экотехнопарка. Хотя на территории экотехнопарка в дальнейшем будут постоянно происходить испытания все новых и новых образцов транспортных средств, потому что, вы знаете, на месте ничего не стоит. Появляются новые виды материалов, появляется еще, скажем так, куча идей в головах конструкторов, которые развивают наши технологии. Я думаю, вы знаете, вы помните из нашей презентации, сами читали то, что линейка, например, двигателей и мотор-колесо, это разработка непосредственно наших конструкторов. Еще есть целый ряд ноу-хау, которые, скажем так, приходят в головы наших конструкторов в процессе разработки и внедрения данной технологии. Но что хотелось сказать непосредственно про проект Skyway Capital. В его развитии тоже, скажем так, есть целый ряд ключевых моментов. Ну, один из них, наверное, это то, что, как я вам говорил, благодаря тем мероприятиям, которые проходили транспортным выставкам, благодаря эко-фестивалю, активно стал развиваться бизнес компании Skyway Capital, рынок, да, людей, инвесторов, которые стали инвестировать в нашу технологию через Skyway Capital. В Юго-Восточной Азии, это в первую очередь Вьетнам, на территории которого в этом году прошло три международные конференции, скажем так, пару конференций. В зале было более тысячи человек-инвесторов одновременно. Туда приезжали представители нашей компании, там были, скажем так, члены общего управления Skyway, которые знакомили потенциальных инвесторов с тем, что из себя представляют технологии проект Skyway Capital в частности. Благодаря данным мероприятиям, кстати, происходит большое количество встреч с людьми, которые имеют отношение, опять же, к администрации, к управлению странами, городами и так далее, да, мэрии, муниципалитеты, и люди открывают глаза на то, что есть технология, о которой они ничего не знали, и появляются потенциальные адресные проекты. Об этом тоже нужно иметь в виду, да, в голове, когда проводят презентации и конференции в разных уголках земного шара, то есть, соответственно, параллельно еще идут разговоры и переговоры о том, что можно технологию использовать в тех местах, где вот как раз таки идет ознакомление людей с данной возможностью. Далее, такие регионы, как Африка, да, в этом году он стал активно у нас развиваться, и в ноябре месяце прошло две конференции. Это Лагос, Нигерия, и Абиджан, Кот-де-Вуар. То есть, опять же, на нигерийской, на одной из этих конференций в зале было более 500 человек. То есть, появляются региональные кураторы в целом ряде африканских стран. Все это произошло в 2018 году. Хотелось бы отметить такой важный момент, да, то, что на территории тех стран, где уже бизнес развивался активно, прошло целый ряд крупных мероприятий. Ну, если мы возьмем, например, страны СНГ и там России в том числе, например, Новосибирск, да, были крупные конференции, Челябинск, Екатеринбург, в Твери прошла конференция, в Москве, вот. Далее, были конференции в Пскове, прошла конференция в Хельсинки не так давно. Очень большая конференция, кстати, благодаря тому, что вот было на Транс, благодаря тому, что был экофестиваль, состоялось в Тбилиси, да, было более 250 человек, и регион Грузии активно стал развиваться. Совсем недавно прошла конференция в Баку. То есть, как я вам сказал, эти конференции привлекают большое количество людей, потенциальных инвесторов, и на этих конференциях люди получают свои вопросы, ответы, точнее, на свои вопросы, и после этого становятся нашими клиентами, партнерами, инвесторами. И таких конференций, я думаю, в 2019 году и будет становиться больше. И прямо сейчас я хочу сделать небольшой промоушен той конференции, которая состоится у нас в 2019 году, в начале 2019 года, в конце января. Это будет в Словакии, в городе Брезно. Два дня будет проходить международная конференция Skyway Capital для партнеров. На второй день будет обучение основам развития бизнеса, дублицированию, которое будет проводить Франтишек Солар. Скоро эта информация появится внутри наших личных кабинетов, и через личный кабинет вы сможете оплатить участие в данном мероприятии. 150 долларов оно будет стоить с учетом вашего проживания, то есть сутки проживания, с учетом ужина, который входит в стоимость данной конференции, вместе с руководством проекта компании Skyway Capital. Ну и по сути дела, друзья, у меня, наверное, сегодня с точки зрения информации все. У нас на носу два Рождества и Новый год, потом Старый Новый год, потом Татьянин день, Новый год по китайскому календарю. То есть у нас целая цепочка, скажем так, праздников, во всех которых хочется принять участие, да? Что я вам хочу сказать? Спасибо вам за то, что были с нами. Кто-то дольше, кто-то меньше, да? Спасибо за ваш труд. Спасибо за то, что даете информацию своему окружению. Спасибо за то, что являетесь лояльными по отношению к нам. Спасибо за ваши замечания даже, которые нам делаете, потому что мы на основании этих замечаний, на основании ваших вопросов стараемся сделать лучше и наш сайт, и, скажем так, информацию, доносимую до вас, и многое другое. Да? И хочу вас всех поздравить с наступающим 2019 годом, годом свиньи. Многие говорят, что этот год, скажем так, денежный, всем практически может принести успех, деньги и так далее. Особенно тем, кто держит нос по ветру, да? Тот, кто понимает, что нужно двигаться с теми проектами, которые развиваются, которые новые, которые несут людям пользу. Я вам хочу пожелать отличного, крепкого здоровья, чтобы вам еще после, скажем такового, как вы начнете получать дивиденды от развития нашего проекта, да, еще лет 200 в удовольствии пожить, потоптать эту планету, увидеть все то, что вы хотите увидеть, отвезти своих родных и близких туда, где они не были, но хотели бы побывать. Вот. То есть крепкое здоровье, отличного настроения, радоваться каждому дню, когда вы просыпаетесь и когда вы засыпаете, скажем так, с чувством выполненного долго, долго отмечая, что вы большой молодец, вы сегодня что-то создали для себя и для других. Хочу вам пожелать любви во всех ее ипостасях, вот, любви к себе, любви к тому, что вы делаете, любви к людям, которые вас окружают, к родным, близким, к мужьям, женам, к детям, да, если вы что-то будете делать с любовью, и плоды этого труда будут гораздо лучше, чем вы просто что-то будете делать спустя рукава. Вот. Ну и хочу вам пожелать всего, чтобы в вашей жизни все желания, которые только рождаются в вашей голове, исполнялись практически мгновенно. То есть, чтобы вы стали волшебниками для себя, чтобы вы стали волшебниками для других. Есть очень красивое выражение, чтобы все, чего коснулась ваша рука и ваш взор, превращалось в золото, да. Вот. И чтобы вокруг вас росло не большое количество завистников, когда вы стали успешными, а большое количество тех, за кого можете порадоваться вы. Не стесняйтесь давать информацию о развитии нашего проекта. Вот. Двигайтесь вместе с нами. Хочу пожелать успеха у проекта в целом. Я думаю, что вы в конце этого года получите наверняка рассылку, в котором будет поздравление от руководства нашего проекта. Возможно, будет прямой эфир. Я же на этом с вами, наверное, в этом году прощаюсь. Хочу вам всем пожелать еще раз здоровья, любви, денег. Еще раз поблагодарить за то, что бываете на наших мероприятиях. Всегда рады с вами общаться. Всегда рады вас видеть на наших вебинарах, на живых презентациях. И дай бог их будет еще много. И мы вместе с вами решим огромное количество вопросов. Поможем огромному количеству людей. Спасибо вам большое. У меня на этом все. До новых встреч на волнах Skyway Capital. Ну что, друзья, вот такое вот количество времени осталось для того, чтобы успеть приобрести пакеты акций по старой цене. Я думаю, самое время принимать решение каждому для себя, стоит ли это делать или нет. Потому что вот таких вот цен, которые сейчас присутствуют, вы больше не увидите. Нет, цены останутся те же, только на эти цены акций можно будет приобрести намного меньше. Соответственно, ваши акции вырастут в цене. Буквально через два дня. Ну там сутки с небольшим. Поэтому думайте сами, решайте сами. Я для себя решил. Я буду приобретать акции. Я сейчас, ну сегодня оформлю пакет еще один. Вот. Ну, в принципе, мы все слышали итоги года. Компания развернулась уже в широчайшую корпорацию. И, кстати, сейчас переход на тринадцатый этап отличается от всех предыдущих этапов, друзья. На тринадцатом этапе будет несколько раз, тринадцатый этап несколько раз подорожание акций. Потому что слишком большое внимание привлек уже на сегодняшний день проект Skyway Capital. Соответственно, компания будет извлекать из этого выгоду. Ну, соответственно, и нам от этого хорошо. То, что те, кто уже проинвестировал, будут видеть, как их акции растут в цене. То есть, тринадцатый этап разбит еще на несколько подэтапов. Ну, вот такие вот новости, друзья. Всем желаю хорошей недели, хорошего настроения, хороших заработков. О компании Skyway дальнейшего процветания. И пусть радуют нас своими новостями. Все, друзья. Всем удачи. До следующих публикаций. И напомню вам. Номинал стоимости одной акции – 1 доллар США. Ну, не смог я этого не сказать. Все, друзья. Удачи вам. И имел диплом, то отцы города Гринбоу, штата Алабама, решили предложить мне хорошую работу. Я больше не работал с лейтенантом Деном. Но он позаботился о наших деньгах. Он вложил их в какую-то фруктовую компанию. Когда он сообщил, что денег нам хватит до конца жизни, я сказал – хорошо, проблемы меньше. Мама говорила, что человеку нужно лишь самое необходимое. Остальное – это показуха. Так что я решил подарить пухлую пачку местной церкви. А другую пухлую пачку – на строительство морского господа. И хотя баба уже умер, а лейтенант Ден сказал, что я чокнулся, я отдал маме бабы его долю. Представляете, больше ей не приходилось работать на кухне. Я превратился в миллионера газонокосильщика. И мне это нравилось. Я косил траву бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...